Не встать, не пошевелиться. Так еще две недели назад описывала свое состояние Тамара Коваленко. Низкий пульс, потери сознания. Требовалась срочная операция, которую в родном Спаске сделать не могли. Помощь пришла, откуда не ждали. Вернее, прилетела. Пациентка признается, когда врач сообщил, что выход есть, и это вертолет санавиации, она уже потеряла надежду. И до последнего сомневалась, что спасут бесплатно и в считанные часы. А за вами уже вылетел вертолет Владивостока. Я вообще не поверила. Я думала, это будет не со мной. Это какой-то человек должен быть герой Советского Союза. Или какой-то подвиг совершить. За мной, простым человеком. Простой пенсионеркой, 65 лет. Сегодня Тамара Григорьевна готовится к выписке. Ритм сердца больше не мешает ритму жизни. В больнице ей поставили кардиостимулятор. В субботу я уже встала сама. А то вообще не могла повернуться. Только чуть какой-то напряг, и все. Я стала оживать. Ожила в буквальном смысле, подтверждают врачи. В медицине ее недуг называют синдром Адамс-Астокса-Моргании. Когда двигаться нельзя, а сердце норовит остановиться, важна каждая минута. Маршрут по воздуху серьезно сэкономил не только время, но и силы женщины. Сейчас у пациентки состояние стабильное. На данный момент ей сняты швы после операции. Подобрана полностью терапия. Частота сердечных сокращений у нее 60. То есть аппарат работает в правильном режиме. Следующее мы ее будем ожидать через полгода на плановую проверку кардиостимулятора. Санитарная авиация людей спасает уже месяц. В Приморье работают два вертолета. Один базируется в Кавалерово, другой во Владивостоке. Команда из пилота и медицинских работников готова к вызову в любое время суток. Санитарную авиацию не верили, пока вертолеты стояли в амбаре. До последнего в нее не верили и больные в реанимации, которых готовили к перелету. Но сегодня эти же пациенты возвращаются в родной город, чтобы своим примером доказать всем недоверчивым, помощь всегда придет. Не с земли, так с неба.